В ЖК «Панорама» поджог попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как парень и девушка подходят к припаркованным машинам. Они осматриваются. Мужчина полил горючей смесью четыре автомобиля. Огонь охватил только один. Остальным трем просто повезло. Девушка в это время все снимала на телефон. Именно этой машине не повезло стать жертвой нарушителей. Накануне ее облили горючей жидкостью и подожгли. Очевидцы говорят, что ликвидировать возгорание удалось только с приездом пожарных. Но ущерб значительный. Остались побитые стекла, потемневший капот и разбитая фара. Местные жители практически ничего не видели. Но выдвинули свои версии произошедшего. Те, которые не работают, не занимаются в школе, в садиках, вот такое вот бывает, потому что они не знают правила. Версию о незнании закона предложил сын владельца сгоревшего авто. Также мальчик отметил, что пожар потушили быстро. Это подтвердил и местный житель Михаил. Окна его квартиры выходят прямо на парковку, где и случился поджог. Тушение он снимал на камеру. Запах гари был сильный. Ребята среагировали очень оперативно. Взяли шланг у садовника здесь и поливать стали. Останавливать транспорт, огнетушители. Пожарники, когда приехали, уже они, в принципе, доделали работу, ту, которую ребята уже, в принципе, закончили. Специалисты среагировали оперативно. Прибывшие полицейские зафиксировали, что это был поджог. Позже в отдел управления МВД России по городу Краснодар поступило ещё одно аналогичное сообщение о возгорании трёх машин на улице Красных партизан. Поджигатели действовали по тому же сценарию. Только на этот раз уйти им не удалось. Очевидцы пресекли противоправные действия и удерживали их до приезда сотрудников полиции. Задержанными оказались 42-летний местный житель и его 32-летняя знакомая. В отделе полиции злоумышленники рассказали, что стали жертвами телефонных аферистов и под предлогом игры на бирже перевели мошенникам в общей сумме более 6 миллионов рублей. Но чтобы вернуть свои деньги, они вдвоём должны были поджечь автомобили, чётко следуя инструкциям кураторов. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальный срок, который может грозить по ней до пяти лет лишения свободы. Но пострадавших автовладельцев это вряд ли обнадёжит. Сейчас собственная машина – это не дешёвое удовольствие, и ремонт может дорого обойтись. А обычная страховка подобные расходы не компенсирует.